Давненько Владимир Путин не пугал нас ядерным оружием, но, наверное, потому что понял, что сколько можно пугать. Ну, если ты два с половиной года каждый день, ну, каждый месяц пугаешь ядерным оружием, то все перестают этого бояться. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Однако, вот он попробовал снова. В этот раз, зайдя через формальные документы, изменил ядерную доктрину. Точнее, планируют изменить. В общем, что там появится? Там теперь появится описание того, что теперь мы можем бить, даже если беспилотники к нам залетают. И особенно прописали, что если на Россию нападает страна, союзником которой является ядерное государство. И как бы, ну, идут прямые намеки. Идут прямые намеки на войну с Украиной и, значит, на США, которые Украину поддерживают. В общем, прямее некуда. В следующей доктрине, наверное, будет написано, причем от руки. А ядеркой могу бахнуть, если Украине получится обороняться от моих скотских войск. Ну, проблема в том, что ничего в этой доктрине нового не появилось. Да, как бы, есть уточнения. Но эти уточнения к расширительному понятию и расширительному толкованию, которое и так давало право и возможность Владимиру Путину применять ядерное оружие. Более того, Россия — диктатура. О каком праве речь? Какая разница, что написано, на какой бумажке? Захотелось Владимиру Путину оставаться на троне. Он сказал, а вот теперь мы в бумажке напишем по-другому. Я считаю, что это написание в Конституции России ничтожно и не имеет никакой юридической силы. Но какая разница, если формально власть все равно у Путина. Он определяет каждое движение Российской Федерации. Он единоличный ее правитель. Он тоталитарный лидер. Поэтому любое решение — это его решение. Какая разница, что написано в бумажке. Бьют не по бумажке, а по морде. Поэтому по факту ничего не изменилось. Однако почему Владимир Путин очень пытается сейчас хоть что-нибудь придумать? Потому что ему очень страшно, что Украина сможет наносить удары по российской территории западными ракетами. Да, Украина и своими дронами, в том числе реактивными дронами, наносит неплохие удары. Склад второпца не даст соврать. 30 тысяч тонн боеприпасов уничтожено буквально за один удар. А если уж сравнивать по стоимости, то там как будто на один рубль уничтожили несколько миллиардов долларов. Я условно говорю, но тем не менее, да, разрушение масштабное. Однако, в чем основная проблема дронов? Дроны довольно медлительные и хорошо фиксируются. Реактивные, конечно, быстрее. Но тем не менее, для существенного поражения, например, авиапарка на аэродромах, дроны не подходят. А что подходит? Подходят кассетные боеприпасы. В том числе и в особенности кассетные АТКМС. Это идеальное оружие для удара по аэродрому. Потому что самолеты — это не сильно бронированная цель. И, собственно, кассетные боеприпасы сразу могут вывести из строя десяток, если не больше самолетов, если они кучкуются в одном месте. А скорость, с которой летит ракета, не дает возможность российским самолетам взлететь и улететь куда-нибудь вдаль. Это лишь один из способов использования. По складам тоже гораздо эффективнее бить ракетами, нежели дронами. И поэтому Владимир Путин очень боится применения Украины и западного оружия по российской территории. И он всячески пытается Запад запугать. То он намекал, что сейчас вот мы с НАТО начнем воевать. Вот теперь пошел последний аргумент — ядерное оружие. И тут же снова пошли разговоры. А применит ли реально Путин ядерное оружие? А является ли это реальным шагом к эскалации или опять блефом? Вы мне скажете, Майкл, ну для тебя любое ядерное действие со стороны Владимира Путина — это блеф, поэтому тебя в этом контексте слушать неинтересно. Соглашусь, вывод, естественно, я не буду скрывать, что все, что делает Владимир Путин по ядерному треку — это просто бесконечная попытка блефа, ослабляющая его с каждым разом все больше. Потому что каждый блеф, который не удался, приводит к тому, что вас просто раскусили, и ваш блеф больше ни на что не влияет, даже чуть-чуть. Тем не менее, я эту же позицию не просто так имею, а имею аргументы, связанные с ней. И попробую вам сегодня доказать, как это устроено и почему никто не боится ядерной эскалации Владимира Путина, за исключением некоторых публичных спикеров и, наверное, Джейка Салливана. Итак, сегодня мы разберем, что скрывается за путинскими ядерными угрозами, почему по факту ничего не изменилось, что на самом деле влияет на то, применит Путин ядерное оружие или нет, и как устроена западная политика в отношении российских красных линий. Бонусом я вам на примере покажу, почему никто не испугался новых заявлений Владимира Путина. Почему даже Байден, казалось бы, человек, который боится всего и вся, не испугался и вылил Украине сразу после объявления Владимира Путина 7.9 миллиардов. Почти 8 миллиардов долларов, ну, точнее, вооружений на 8 миллиардов долларов. Там с ними все не так просто, но, тем не менее, согласитесь, на следующий день после громкого заявления Путина о том, что он изменит ядерную доктрину, это такая немножечко пощечина, которая должна показать, насколько Запад глубоко обеспокоен заявлениями Владимира Путина. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ваши подписки лучше всего помогают продвигать ролик, поэтому это самая эффективная мера. Ну, а также поддерживайте канал на Патреоне, чтобы помочь ему финансово. И, ой, забыл наклеить, ну да ладно, VPN. NVPN, это VPN, который выпускаю я, который делает моя техническая команда. Ссылка на покупку будет в описании с зарубежных карт, с российских карт, с любых. Преодолевает любые блокировки. И смотрите YouTube в свое удовольствие. Ну, а мы с вами переходим к тому, как Запад воспринимает красные линии. Это довольно интересный вопрос, потому что, ну, понятно, что к красным линиям и к этому словосочетанию, в принципе, все уже относятся скорее со смехом, как на Западе, так и в России. Но проблема в том, что какие-то красные линии действительно есть, точнее как, не знаю, есть они или нет, но они работают. И мы видим, что Запад в отношении Украины ведет очень сдержанную политику по поддержке. Все очень медленно, очень мало, час по чайной ложке и, к сожалению, недостаточно для решительной победы Украины. Если бы Запад предоставил Украине все необходимое, все, что она запрашивает, это гораздо меньше, чем хранится в западных арсеналах, то я думаю, что никакого вопроса про Путина уже бы не стояло в принципе. Но нам остается лишь догадываться. По факту мы видим, что очень сдержанная идет политика Запада. И если кто в этой войне себя и сдерживает, типа Украина или Россия, то это, конечно, Украина. Потому что Россия использует все, что у нее есть, кроме ядерного оружия. Вообще все. Все ракеты, все ФАБы, все самолеты, все танки, все БМП, всех видов бойцов вообще, включая раненых и совершенно непредназначенных для боевых действий, таких как ремонтники. Россия использует все, в отличие от Украины. Украина не может даже использовать некоторые виды ракет, которые были поставлены по российской территории, потому что ей это запрещено. Западные союзники говорят, что мы вам не позволим. Более того, наступление в Курской области было большой авантюрой, и Запад не давал на это разрешение. Зеленский лишь решил, судя по всему, что он получит разрешение постфактум, когда докажет, что, во-первых, Украина может успешно наступать, а, во-вторых, что Путин ничего не будет с этим делать. Ну, точнее, он никак не сможет продвинуть эскалацию, потому что России тупо нечем. Россия использует все, что у нее есть. План сработал. Однако, если то же самое сделать с ракетами, то ракет это более такая, скажем так, вещь более тонкой настройки, и действительно Запад может просто перестать их передавать, говоря, что, ну, у нас кончились, мы больше не можем. При этом Запад понимает, что, как бы, поражение Украины от этого в моменте не случится, но, как бы, и помощь от этих ракет Украине не будет оказана. То есть, в целом, Запад довольно осторожен с российским существованием, и вот, как это объясняет, например, публикация Financial Times, которая мне показалась довольно интересной. С момента начала полномасштабного российского вторжения Киеву неоднократно приходилось убеждать и успокаивать западных союзников Украины, что введение новых видов вооружения на сторону Украины оправдано, и Москва не исполнит своих угроз ответных ударов. Украина многократно просила США предоставить ракеты и разрешение бить ими, чтобы относить удары по базам российских самолетов, используемых для сброса планирующих бомб и запуска ракет, нацеленных на украинские города. Однако администрация Байдена остается настороженной и не спешит давать зеленый свет на этот запрос, несмотря на растущую поддержку со стороны многих западных союзников и активное давление со стороны Великобритании. Запрос Киева стал более настойчивым после того, как западные разведывательные агентства подтвердили, что Иран поставил России баллистические ракеты, что на Западе также расценивается как эскалация. Путин на прошлой неделе предупредил, что использование западных дальнобойных ракет для ударов по целям на территории России будет означать прямое участие НАТО в войне с Украиной. Что для меня лично отдельно забавно, потому что если вы посмотрите официальные заявления Лаврова, Захаровой и кучу других официальных лиц, они уже все раз по сто, наверное, сказали, что НАТО напрямую участвует в войне с Россией. Так а что тогда? Не говорю уже даже про пропагандистов, потому что пропагандисты вообще с первого дня говорят, что мы воюем с НАТО, на поле боя НАТО, наемники кругом НАТО, оружие везде НАТО и так далее, и так далее. НАТО им мерещится везде. Я думаю, главный страх, если НАТО действительно придет воевать. Вот тогда не поздоровится. Тем не менее, продолжим. Заместитель директора Совета национальной безопасности России, знаете кто это? Дмитрий Медведев, угрожал превратить мать всех русских городов, как он писал, Киев, имеется в виду, раскаленную серую массу в ответ на то, что будут разрешены дальнобойные удары по России. Это знакомая ситуация для лидеров НАТО, которые с начала войны в 1922 году становятся все более решительными в преодолении красных линий России. Западные чиновники настаивают, что решение по поводу ракет пока не принято, однако российские чиновники считают, что Вашингтон уже принял решение разрешить союзникам позволить бить британскими ракетами Штормшеду и французскими ракетами Скальп, которые критически зависят от спутников США и персонала НАТО для наведения на цели по российской территории. Вопрос о том, что делать с российскими угрозами эскалации вплоть до использования ядерного оружия вызвал ожесточенные дебаты в западных столицах. Многие аналитики говорят, что красные линии Путина становятся менее убедительными по мере того, как он их проводит, но не предпринимает никаких действий. Тем не менее, американские официальные лица обеспокоены тем, что Россия может эскалировать конфликт в других регионах, таких как Ближний Восток, где Москва рассматривала возможность передачи ракет Хуситам. И это на самом деле гораздо более весомая для Запада опасность, чем история, связанная с ядерными ракетами. Я имел общение с некоторым количеством людей, которые мне сказали, что настоящий страх Запада, точнее американцев конкретно, является не в том, что Путин применит ядерное оружие. Этим они переболели в 2022. Настоящий страх сейчас это, что Хуситам будут переданы те системы вооружения, которые в целом позволят Хуситам довольно эффективно уничтожать американские корабли и гражданские суда, собственно, в Красном море. И это сейчас гораздо больше волнует американцев, чем возможность применения ядерного оружия. Также говорится и про возможность передачи некоторых технологий Ирану, особенно связанных как раз с ядерным оружием. Поэтому вот то, что они, американские чиновники, называют эскалацией, это скорее история не про ядерное вооружение, а история как раз про передачу технологий и конкретных средств поражения. Американские чиновники также сомневаются, что предоставление Украине возможности наносить удары вглубь территории России принесет значительные преимущества на поле боя, учитывая, что российские военные переместили 90% своих самолетов за пределы досягаемости западно-дальнобойных ракет. Еще один аргумент в пользу того, чтобы Вашингтон не позволил Киеву использовать дальнобойные ракеты АТКМС для ударов по целям России заключается в том, что у США имеется лишь ограниченное количество этих систем, которые могут быть использованы в других местах на территории Украины, по российским базам в оккупированном Крыму. Однако западные официальные лица отмечают, что США часто говорили, что не предоставят определенное оружие, ссылаясь на эти же причины, но в итоге разрешали это после давления со стороны Украины и европейских союзников. В конечном итоге США уступили и предоставили Украине танки, истребители F-16 и ракеты АТКМС, хотя ранее настаивали, что этого не сделают. Европой колебания США были отражены Германией, которая также выступает против вооружения Киева своими дальнобойными ракетами Таурус из-за опасений эскалации. С 1922 года Берлин сначала сопротивлялся, но затем поддался давлению союзников и разрешил отправку немецких танков и другого военного оборудования Киеву. Хотя, по мнению некоторых аналитиков, Кремль пока не эскалировал конфликт по ядерной лестнице, он недавно расширил масштаб своих ответных действий через попытки саботажа в Европе и поддержку западных противников, таких как Северная Корея. Сам Путин не расшутил о быстро изменяющихся красных линиях России, указывая на то, что они действительно существуют, но только ему известно, где они проходят. Что касается этих красных линий, то позвольте мне оставить это при себе, сказал он в июне 2022 года. Я не думаю, что Путин беспокоится о своей репутации в глазах западной общественности, сказал Дмитрий Тренин, профессор высшей школы экономики в Москве. Но это противоречит недавним расследованиям, точнее, ну как это, публикациям в западной прессе, где говорилось, что Владимир Путин прекрасно понимает, что его угрозы становятся все менее и менее угрожающими, и поэтому сейчас работает над тем, чтобы выработать какие-то угрозы, которые действительно кого-то испугают. В ответ на постоянное смещение красных линий западные страны постепенно усиливали эскалацию, используя тактику с солями или варящейся лягушки, как отмечают аналитики администрации Байдена, очень осторожно подходит к вопросам риска, сказал Александр Габуев из Карнаги-центра. Тем не менее, по его словам, в России опасаются, что если они будут продолжать позволять эти небольшие шаги, через два года они могут увидеть прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способа отразить это. «Россия ищет способы увеличить издержки для Запада за решение об эскалации», добавил Габуев. Он сказал, что у Москвы есть целый арсенал инструментов военные действия, ядерная угроза, которую Кремль рассматривает как крайнюю страховку от поражения в этой войне, и гибридные угрозы от кибератак и информационных операций до саботажа и передачи оружия противникам США. Вот секретарь США Энтон Блинкен недавно заявил, что Россия делится технологиями, которые ищет Иран, включая ядерные технологии. Путин открыто говорил об этом на Петербургском экономическом форуме в июне. Если они отправляют оружие в зону боевых действий и призывают Украину использовать его против целей внутри России, почему мы не можем сделать то же самое? Почему мы не можем ответить тем же? Академики, изучающие динамику конфронтации ядерных сверхдержав, говорят, что опасность ошибочного решения колоссальна, и аргументы в основном теоретические. «Проблема в том, что мы не можем знать», сказала Дженни Стайн из Университета Торонто. «Люди хотят оперировать вероятностями, но проблема ядерной теории заключается в том, что у нас нет эмпирических данных», сказала она. «Существует опасность того, что западные лидеры могут переучиться на основе постепенной эскалации, если они не встречают сопротивления», добавила она. «Но также важно учитывать издержки бездействия. Иногда эти издержки могут быть настолько высоки, что мы готовы рассматривать возможные опасности действий». То есть она имеет в виду, что если вы под страхом, насколько я ее понимаю, над под страхом эскалации не делаете каких-то действий, это может быть даже опаснее, чем ваши действия, которые потенциально могут привести к эскалации, но с меньшим гораздо риском. В прошлом году Великобритания, Германия и США согласились поставить Украине танки, несмотря на угрозы России. Первая партия истребителей F-16 прибила в Украину в июне, когда Москва пообещала нанести удары по аэродромам НАТО в ответ. Каждый раз ястребы утверждают, что оказались правы, так как ответные действия России не реализовались. Многие считают, что дальнобойные ракеты также являются односторонней ставкой. Однако лидеры заинтересованы в том, чтобы сохранять некоторую неопределенность в отношениях своих намерений, сказала Стайн. Быть слишком ясным это не преимущество, отметила она. Если вы слишком конкретные, вы сами себя загоняете в ловушку, ограничивая собственные возможности. Как вы понимаете, концепция красных линий и допустимого на Западе пока подвергается большим обсуждениям. И ядерное оружие это одна из таких тем, которая самая бесячая для меня, по крайней мере. Почему? Потому что если бы масштаб катастрофы от ядерного оружия был бы гораздо меньше, то более рациональный подход применялся бы к оценке рисков. Какой же подход применяется здесь? Дело в том, что последствия ядерных ударов настолько разрушительны и чудовищны, что даже низкая вероятность наступления момента ядерного удара нивелируется высоким масштабом катастрофических последствий от этого ядерного удара. Условно говоря, когда результат вашего действия это то, что вам голову отрубят, вы готовы снизить уровень риска, на который вы можете пойти. А если результат вашего действия что у вас за резиновая пулька прилетит, вы готовы к большему риску. И вот результат ядерного удара настолько по масштабам высок, что люди закладывают вот даже минимальная вероятность, даже меньше процента, это все равно много. И именно поэтому возникает довольно много проблем. Одна из них возникла в 2022 году, когда, как писали западные издания, Соединенные Штаты реально рассматривали риск ядерной угрозы, ядерного удара. Тогда, в 2022 году, ближе к осени, именно тогда у России случилась одна из самых больших катастроф на фронте. Фронт просто обвалился к хренам собачьим, и российские войска побежали из Харьковской области. Именно тогда Владимир Путин объявил мобилизацию. Однако после этого все угрозы Владимира Путина ни разу не были реализованы. С точки зрения конвенционального оружия у России особенно нет рычагов, и единственный рычаг, который остался, это ядерное. И вот, казалось бы, Путин делает новые шаги в ядерной эскалации. Что это за шаги? Он заявил, что российские власти внесут уточнение в ядерную доктрину. Теперь Россия может нанести ядерный удар в ответ на удар обычными ракетами и дронами. Словом Путина, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение. О планах внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия Путин заявил на заседании Совбеза безопасности по ядерному сдерживанию. Основанием для ядерного ответа также будет критическая угроза суверенитету России обычным оружием, говорит Путин. Он также заявил, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси. Вопрос применения ядерного оружия будет рассматриваться при достоверной информации о массированном старте в сторону России самолетов, стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов, говорит Путин. По его словам, Россия ответственно подходит к вопросам ядерного оружия и стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов. Интересно, что в действующих доктрине, вот которые сейчас, не которые он собирается изменить, в смысле, неизмененный вариант, который он хочет, а нынешняя доктрина, там уже сейчас написано, что ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. И тут целый простор. Ну, то есть, угроза существования государства это буквально что угодно. Владимир Путин в своих речах неоднократно заявлял, что угроза существования России это и родитель номер один, родитель номер два, ЛГБТ, сатанизм, Бандера и все на свете. Все в этом мире угроза национальной безопасности для России. Вот настолько крепкое и могучее государство. Иногда даже филологов арестовывают, потому что они угроза национальной безопасности России. И в этом смысле у Путина абсолютно полный карт-бланш на то, чтобы применять ядерное оружие. То есть, даже если мы представим, что Путин чем-то ограничен и сдержан, даже если мы представим, что он, не знаю, очень большой законник, соблюдает закон, хотя мне кажется, это представление о нем уже устарело, потому что множество действий, что он совершил в последние пять лет, напрямую нарушают закон, в том числе основной конституцией. Но тем не менее, представим, что он легалист. Так вот, с легальной точки зрения, те определения, которые сейчас есть в ядерной доктрине, они уже достаточны для применения ядерного оружия прямо сегодня. И были достаточны все это время. Потому что степень опасности государства определяется верховным главнокомандующим, а верховный главнокомандующий Владимир Путин. Собственно, и здесь кроется ответ на то, что изменилось. Абсолютно ничего. Ну, то есть, да, прописаны более детально какие-то, а вот, 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 ядерная страна снялась. Ну, то есть, там фактически, там разве что напрямую не написано, что речь идет про Украину и США. Я думаю, в скобках где-нибудь написано. Дело в том, что это никак не меняет реальность. А в реальности, в прагматической реальности, ядерная ракета запускается не в момент, когда есть такая возможность, потому что возможность существует уже долгое время. Ядерная ракета запускается, когда есть уверенность, что А, это принесет пользу, Б, не навредит. Давайте вспомним единственное боевое применение ядерного оружия Хиросима и Нагасаки. Какой профит от этого получали Соединенные Штаты, сбросившие бомбы? Они предполагали, что настолько разрушительный удар заставит Японию немедленно капитулировать. И второе. Они считали, что никаких негативных последствий в их сторону быть не может, потому что ядерное оружие есть только у них, а значит у них есть абсолютная монополия на его применение и никто не станет с ними связываться. Оба расчета были верны. Япония действительно капитулировала, потому что никогда еще человечество не видело настолько грозного оружия. Второй расчет тоже оказался верен. Никто ничего США не сказал, потому что попробуй возникни против тех, у кого самое мощное оружие в мире. Но сейчас у России ситуация сильная иная. Единичное применение ядерной бомбы, о существовании которой все знают, не сможет решить каких-либо военных задач. Радиус применения и вообще возможности ядерной бомбы достаточно эффективны, чтобы уничтожить, например, гражданское население, чтобы уничтожить какой-нибудь город, даже по Киеву или по Курску. И тогда, да, действительно, огромное количество людей будет просто убито. Речь идет о сотне тысяч человек. О сотнях тысяч человек. Но с точки зрения военной, которые рассредоточены по разным городам страны, осуществляется логистика и так далее, ядерный удар не нужен вообще. Ну, то есть, он никаким образом не изменит вводные. Более того, вы можете считать, что мои подсчеты в этом смысле не объективны. Хорошо, но я предлагаю вам обратиться к подсчетам Владимира Путина. Что это значит? Это значит, что, допустим, вы Владимир Путин. Допустим, у вас есть кнопка, да, я тысячу раз это говорил, скажу тысячу первой. У вас есть кнопка, на которую вы можете нажать и решить все ваши проблемы. Если действительно эта кнопка приводит к тому, что Украина капитулирует, а весь мир больше с вами не ссорится, вы бы нажали ее гораздо раньше. Вы бы нажали ее в осенью 2022-го. Вы бы нажали ее, не знаю, в момент, когда ждали украинского наступления. Вы бы нажали ее, не знаю, на третий день. Ну, то есть, вы бы такие, а, блин, план не сработал, давайте сжать кнопку. В итоге у тебя куча погибших, у тебя экономика, если не в руинах, то летит в это направление абсолютно точно, но ты все еще не нажимаешь. Что это значит? И почему он не нажимает? Потому что риски выше потенциальных выгод. Выгод почти нет. И представить себе, что Украина сдастся после того, как ядерный заряд прилетит куда-нибудь, довольно проблематично, скорее, ровно наоборот. Украина не так источена, как Япония во время Второй мировой войны. Более того, у Украины огромное количество союзников, которые будут ей помогать, и наоборот, скорее, будут замотивированы помогать ей гораздо больше в случае ядерной агрессии страны России. Более того, возможно, прямое вмешательство войск НАТО в случае применения России ядерного оружия. По крайней мере, об этом говорили натовские генералы. Они сказали, что в случае применения ядерного оружия России по Украине, важно, вся мощь конвенционального натовского оружия будет применена к России. Врут они или нет, я не знаю. Ну, то есть, типа, Запад не первый раз грозно стелет, но, так сказать, мало что делает. Но важно отметить, что у Запада как раз красные линии работают. Да, то есть, например, хаймерсами разрешили бить по территории России, когда Россия полезла в Харьковскую область. То есть, Соединенные Штаты сказали, это наступление на новую часть Украины, это эскалация, мы разрешаем бить хаймерсами по территории России. И так было почти с каждым видом вооружений. То есть, они очень четко привязывали действия России к своим разрешениям или к новым поставкам. И в этом смысле красные линии Запада намного надежнее, чем российские красные линии. Во многом это происходит, потому что Запад не обещает каких-то божьих карт. Россия сразу обещала ядерное оружие. Ну, то есть, вы сразу берете очень высокую ставку. И если вы с ней не справляетесь с этой ставкой, то вы выглядите чушпаном. Так еще говорят. Нет? Помните? Слово пацана, все такое хайп. Короче, выглядите не очень хорошо, балаболом, мягко скажем. Балаболкой, как сказал бы Евгений Альбас. А если вы говорите, ну, вот это сделаете, мы мороженое съедим. Ну, как бы окей, не мороженое съедим, хорошо, а дадим ВСУ, например, возможность бить хаймерсами по территории Белгородской области. Вы это делаете? И они такие, да, мы разрешаем. И урон, который нанесен в России, не такой, как от ядерного оружия, но довольно существенный. Там много установок С-300 перебили. Поэтому довольно эффективно. И в этом смысле можно предположить, что угрозы, которые генералы НАТО озвучивали, что в случае применения России ядерного оружия будет использовано конвенциональное оружие непосредственно против России, вполне могут сработать. Более того, Индия и Китай, ближайшие партнеры России, одни из немногих стран, которые продолжают с Россией сотрудничать, могут отказаться от этого сотрудничества, о чем они не раз говорили, когда речь заходила про ядерное оружие. Короче говоря, минусов дофига, плюсов ноль. Но я уж не говорю про тотальное ядерное взаимное уничтожение, потому что Владимир Путин на это никогда не пойдет, он слишком боится этого. И более того, у него есть всегда эскейп-план, да, эскейп-план заключается в том, что он дает, например, там, власть над страной, просто уходит от власти и говорит в обмен на мою безопасность. Есть такая процедура довольна, что он умрет своей смертью и, там, не знаю, возможно, даже не будет посажен. Но, тем не менее, такой эскейп-план у него всегда в голове есть и на это всегда пойдет Запад, потому что это гораздо удобнее и эффективнее, чем ждать, пока все силы России истощатся, более того, ядерное оружие и все на свете так и не рисковать точно не будет. Короче говоря, нет ни одного сценария, при котором использование ядерного оружия России было бы эффективно для России и не несло бы рисков. Поэтому ничего не поменялось. От этих двух параметров и зависит, будет оно применено или нет, выгоды и хармы. И, собственно, не ракеты, хармы, а типа английского харм, вред, который будет принесен. И эти два параметра не изменились, когда Владимир Путин заговорил про доктрину. И поэтому сложно представить, чтобы действительно это кого-то напугало. Более того, недавно Россия хотела показать свою мощь, но что-то пошло явно не так. Вот эта вот новая доктрина, ее обсуждение происходит на фоне испытаний РС-28 с Армат. Испытание эти закончилось, я напомню, полным провалом. И когда я вам об этом рассказывал в первый раз, об этом писал лишь несколько твиттерокантов, сейчас это общеизвестная информация. Ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив испытательный полигон. Вот фотография до того, как ракета взорвалась, вот фотография после того, как ракета взорвалась. И это, мягко скажем, несколько снизило кредоабилити российской стороны. Это уже четвертая неудачная попытка испытаний боевой тяжелой МБР с Армат. Конечно, у России есть старые советские ядерные, носители ядерных боеголовок, не согласитесь. Очень сложно сильно испугаться, когда ты видишь, как, значит, угрожающая тебе страна сжигает свои якобы носители, которые должны вот эти вот самые ядерные заряды до вас и нести. Ну и по итогу, не знаю, убедил ли я вас или нет. В принципе, мы уже третий раз с вами говорим про ядерную угрозу, в которую я не то что верю или не верю, в то, что она будет, я уверен в том, что этой угрозы нет. Готов спорить. Но хочу рассказать вам, как к этому отнесся Байден. А Байден отнесся к этому довольно интересно. Байден объявил о новых мерах поддержки Украины после встречи с Зеленским. Произошло буквально вот часов через 12, после того, как Путин про эту свою доктрину заговорил. Они включают. Перенос 5,5 миллиардов долларов в Украине. Их выделили весной на следующий календарный год, чтобы использовать финансирование, выделенное Конгрессом до конца срока его полномочий. Минобороны США также выделят Украине помощь 2,4 миллиарда. То есть суммарно это уже у нас 7,9 миллиардов выделенных вот буквально сегодня, а 2,4 выделены в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности. Это вооружение еще должны будут произвести. Это дополнительные средства противовоздушной обороны. Что касается тех 5,5, это вот то, что некоторые переживали и разгоняли трамписты, что как бы вот, смотрите, они сейчас сгорят. Не сгорят. Трамписты попытались помешать этим средствам, то есть они попытались их сжечь. А Майк Джонсон, спикер Нижней Палаты на три месяца вперед. Но был запасной план и вот он прямое обещание о выделении. То есть вы говорите, вот 5,5 миллиардов мы выделяем на вот такие сроки и будем их распределять. Короче говоря, козни трампистов опять удалось обойти. А трамписты вновь попытались оставить Украину без оружия. Такие вот они хорошие союзники. Собственно, вот эти 2,4 они пойдут на дополнительные средства противовоздушной обороны, БПЛА и боеприприпасы класса воздух-земля, а также помощь для обороны промышленности. Это тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зоны ПВО. Блин, это очень прикольная штука, если я правильно ее понимаю. Это как УМПК, точнее как G-DAM скорее, но на большее расстояние. Но не буду пока сбегать вперед, в сводках разберем с вами, потому что мне надо почитать, что про нее пишут, но я себе ее представляю как как раз авиабомбу, которая очень далеко может летать вперед. И это было бы классно, это бы очень помогло Украине. Также Байден поручил передать Украине дополнительную батарею ПВО Патриот и предоставить дополнительные ракеты к ней. Это обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Патриот и Амраам в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и своих людей, заявил Байден. Министерство обороны США также поручено расширить подготовку украинских пилотов F-16, о чем очень просила Украина, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году. Также Байден сообщил, что для того, чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, Министерство юстиции, Министерство финансов и секретная служба США предприняли действия по разрушению глобальной сети криптовалют. Ну, надеюсь, нас не зацепят. А так, в целом, вот, пожалуйста, вам реакция, насколько сильно Байден испугался. Что касается разрешения нанесения удара вглубь территории России, я все еще настаиваю на то, что сначала будут удары, а потом будет публично объявлено о том, что это разрешение получено. Как и было с ракетами АТКМС. Сначала их поставили, были нанесены удары, а потом сообщили о том, что эти ракеты поставлены. Я вообще надеюсь, что в ближайшее время будет убрано, когда во всеуслышание сообщают о том, что будет передано и на что есть разрешение. Потому что это довольно важная информация, которая не должна так легко попадать в российские руки, чтобы они готовились к тем или иным ударам заранее. Нет, нужно, чтобы это было для них сюрпризом и держало в напряжении. Пишите ваше мнение в комментариях. Ждем ядерной войны или нет? Я знаю минимум одного человека, который ждет. Это Иван Жданов. Привет, Ваня. Мы в замечательных отношениях. Ну вот он прям давно-давно верит. Давно верит в ядерные удары. Я даже предлагал ему поспорить, но он не хочет. Впрочем, я его понимаю, потому что если он окажется прав, то деньги уже никому не будут нужны. Если, по крайней мере, будет широкомасштабная ядерная война. В любом случае, интересно почитать ваши размышления на эту тему. Ну а с вами был Майкл Наки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok